Друзья, давайте. Путешествие начинается. Начало было трудным, даже я бы сказал тяжелым. Не сразу получилось, но мы здесь. Мы сейчас поедем, поедем к морю. Хорошей нам погоды. Субтитры делал DimaTorzok Интересно. Приехали на мыс Капфера. Сейчас пойдем, поищем место, где можно будет перекусить. Здесь достаточно много чего. Во Франции в обеденное время покушать можно до 3 часов дня. Дальше рестораны закрываются. Дальше рестораны закрываются и останутся только места, где можно попить кофе. Но мы решили перекусить и выбираем рыбное устричное место. Выбрали ресторан Либерат, потому что все остальное, как оказалось, уже закрывается. Представляете, хотели попробовать что-то рыбное, но пришлось вот, в общем, пойдем туда, куда пойдем. Вот так этот ресторан выглядит. Все так расслаблены тут. Отдыхают, загорают, обедают. Сережа, расскажи, какое вино мы сейчас взяли. Мы взяли розовое зено, а мы взяли шардоне и спанировали. У него или оливковый цвет, или у него оливковый цвет, или у него ореховый цвет. Мне тоже кажется, что это ближе к оливковому, там какая-то зеленца есть. Мне кажется, фисташковый цвет. Вот точно, фисташковый цвет. Да, фисташковый. Конечно, если смотреть находитесь в руки, то что мы сделаем, когда вы подвинете свои бокалы с розе к нашим фисташковым? Вот это слово. О, Дашка, давай. Вот так называется настоящий отпуск. Или кот д'озер. За кот д'озер. Нам наконец-то принесли наши устрицы, улитки. Я надеюсь, вам видно. Обратите внимание, вот эти устрицы сегодня утром жили еще на устрищной ферме, недалеко от центра Баева. Если дарят курмы, то немножко сверху видно, что они шевелятся. Посмотрите. Валенье сейчас польет на них соусы, и они будут пищать. От радости, видимо, запищат. Пищат, я же сказал. А вот еще нам принесли вот такие ракушки жареные, очень вкусно. Вообще, их обожаю, улитки. Так, суп. Покажи суп с ядом. Денис, какой у тебя суп? Суп с ядом. Суп с ядом. Ну, серьезно, какой у тебя суп? Депойсон. Депойсон. И вот шевелящиеся наши устрицы. Сережа, как, скажи, вкусно? Ничего не слышу, 50 громко. Я сейчас буду тоже пробовать, скажу вам. Звучка. Вот такие они огромные. Отличные. Я именно такие обожаю. Мы приехали в небольшой курортный город Сан-Жен-Камфера. Он находится как раз на мысе Сан-Фера. И хочу вам показать вот такую прекрасную перспективу. Город сам знаменуется частными закрытыми виллами. Самый, наверное, спокойный город на всей французской ривьере. Вот. И что я могу сказать? Еще здесь есть вилла Ротшильда. Но, наверное, к сожалению, мы туда не попадем. Просто покажу нашу прогулку, как мы будем сейчас гулять. Вдоль береговой линии еще находится очень много ресторанов. Если вы пройдете до конца, до самого конца, ресторан, в котором мы были для пират, чуть ниже цены, чем, наверное, во всех остальных. И у него есть большое преимущество. Он работает после трех часов дня. То есть он не закрывается после обеденного перерыва. Поэтому, если вы приехали, как и мы, чуть-чуть, наверное, позже, то спокойно можете там пообедать. Там прекрасные устрицы. Вообще нам сифуд. И нам очень меню понравилось. И обслуживание. Все говорят по-английски, что для французов, наверное, это все-таки большая редкость. КОНЕЦ А посмотрите, кстати, если прогуливаться вдоль набережной, есть еще и художественная галерея. Здесь мне очень нравится. Вот такая работа интересная. Это же лодочки. Лодочки очень яркие. Ну, кстати, я вообще сама по образованию архитектор. И рисовать люблю только как непрофессионал. Потому что все-таки я не художник. Но скопировать смогу. Кактусы. Здесь какие-то морские растения. Какая-то еще. Смотрите. вот вид какой отсюда да кстати посмотрите открывается отличный вид вот начинается наша прогулка мы поднялись немножко в горку вот такой прекрасный вид смотрите и слышите как шумит море и какое оно бирюзовое это же самый бирюзовый из всех бирюзовых морей вот почему он лазурный кстати мы тут поспорили лазурный цвет это какой он сочетает в себе только оттенки голубого или зеленого я считаю голубой зеленый смесь моя подруга говорит что только голубого вот потом мы загуглили по системе понтон и оказалось действительно это смесь зеленого с голубым в общем одним словом очень вам рекомендую прогуляться вдоль обрыва вдоль этой скалистой местности и посмотреть на берег с другой стороны на всю эту красоту если в начале пути вы все-таки пройдете заросли фихтовые то вы попадете вот на такое побережье на такой скалистый берег нереальной красоты я бы смогла мне кажется прям засесть просто наслаждаться до бесконечности я уже несколько лет назад была на самом деле в нице вернее отдыхала в городе минтон жереми если ты меня слышишь если ты видишь это видео я тебе даю привет вот сейчас в общем то мы совершаем пример такую же прогулку у меня была в тот раз обратная из минтона до монте-карло а сейчас мы идем в другую сторону кто хочет записаться ко мне на разбор гардероба в санкт-петербурге лично пожалуйста можем договориться подписывайтесь на мой инстаграм у меня есть активная ссылка если вы посмотрите под эти видео я буду вас всех очень рада видеть кстати если вы соберетесь пойти так же прогуляться как и мы вдоль береговой линии обязательно оденьте удобную обувь потому что здесь очень сложная дорога достаточно узкая и вот такое не сложное мощение камушки вмонтированы как будто смесь поэтому ходить лучше будет наверно красотка чуть немножко дальше прошли смотрите вон вот это это уже монте-карло окруженный горами а это видимо его пригород а вот и место для нашей фотосессии посмотрите идет одинокий парусник так красиво красные на контрасте с местным пейзажем смотрится если пойдете гулять по этому маршруту обязательно делайте остановки вот такие красивые виды я бы так сидела здесь бесконечно а еще можно здесь устроить пикник взять с собой каких-нибудь запусок и посидеть и отдохнуть вот и подошло путешествие наше концу в этом маленьком прекрасном городе едем обратно в ниццо